Сегодня стали понятны очертания санкций, которые Киев решил ввести в отношении Москвы и о которых так долго говорили. Что и кому запретят, решили на заседании украинского правительства. Из основного. Авиакомпаниям, в том числе Аэрофлоту и Трансаэро, запрещены полеты на Украину. Тоже и в отношении транзитных рейсов с товарами военного назначения. Кроме того, на Украине теперь нельзя использовать программу лаборатории Каспирского. Правда, официальных уведомлений и российская сторона пока не получала. Но уже есть реакция нашего Минтранса. Москва будет вынуждена принять зеркальные меры, что фактически приведет к остановке сообщений между странами. И от этого, подчеркнули в министерстве, пострадают в первую очередь украинцы. Принятое сегодня в Киеве решение уже не первое на пути осложнения отношений с Москвой никогда прежде России не прибегало к ответным мерам. Напомню, ранее Украина закрывала транзитный проезд наших поездов по своей территории, не впускала в страну мужчин-россиян призывного возраста, а также поддерживает транспортную блокаду Крыма. Подробности из Киева сообщает наш корреспондент Юлия Ольховская. Основные рейсы российские авиакомпании завершают в крупные украинские города Киев, Одессу, Харьков. При этом на онлайн-табло аэропортов Харькова и Одессы уже появились сообщения об отмене завтрашних рейсов аэрофлота и трансаэра, как прилетающих, так и улетающих. Ситуация странная, поскольку сегодня украинская госавиаслужба сообщила, что полеты должны быть прекращены только с 25 октября. Об этом говорится в сообщении, которым располагают местные новостные агентства. Почему отменяют рейсы, запланированные на 26 сентября, неясно. Само решение украинского кабинета министров о применении санкций к российским авиакомпаниям не стало неожиданностью. На прошлой неделе президент Порошенко уже включил российских перевозчиков в так называемый «черный список». Мы принимаем решение запретить полеты российским авиакомпаниям, в первую очередь аэрофлоту, на Украину. Также запретить транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в том случае, если такие транзитные перелеты осуществляются с грузами военного назначения, двойного назначения или с российской военной живой силой. Нечего делать российским самолетом с российскими триколорами в украинских аэропортах. При этом неясно, что означает оговорка украинского премьера. В первую очередь, помимо аэрофлота, запрет будет наложен и на полеты других авиакомпаний. Разъяснений от Кабмина пока нет. В любом случае, большинство рейсов в украинские города выполняют именно аэрофлот и трансаэро. Только на один сегодняшний день у этих авиакомпаний в общем запланировано 9 рейсов в Киев, 5 в Одессу, 1 в Харьков. По информации на этот час, изменений в сегодняшнем графике полетов нет. Между тем, руководители украинских аэропортов, видимо, предвидели, что решение о полном запрете полетов российских авиакомпаний может быть принято правительством. Глава совета директоров столичного аэропорта Жуляны уже посчитал возможные убытки в случае ухода российских перевозчиков. Воздушная гавань может потерять 30% доходов. Летая к нам три раза в день, трансаэро платил аэропорту около 7-7,5 миллиона гривен в месяц. При этом планировали увеличить количество рейсов до пяти. Если санкции будут применены, эти деньги наши предприятия недополучат. Соответственно, бюджет Киева теряет 2,5 миллиона гривен налогов ежемесячно. Пока и нет ответов на самый главный для пассажиров, попавших под санкции авиакомпаний, вопрос, что делать с уже купленными билетами. Вот как ситуацию прокомментировали в аэрофлоте. Согласно международным авиационным правилам, запретить полеты в страну могут только авиационные власти этого государства. Как только и если аэрофлот получит официальное уведомление от авиационных властей Украины, аэрофлот оповестит пассажиров об отмене рейсов и разъяснит правила возврата денежных средств за ранее приобретенные авиабилеты. Поскольку запрет полетов происходит по инициативе украинской стороны, непонятно, кто должен будет компенсировать людям убытки. Как и неясно, можно ли будет авиабилеты на российские рейсы обменять на билеты украинских авиакомпаний. В общем, пока очень много вопросов, на которые нет ответов. Помимо решения в отношении российских авиакомпаний, Кабмин также сегодня утвердил запрет на использование программного обеспечения лаборатории Касперского. Теперь госорганы в срочном порядке должны избавиться от соответствующих программ. Кроме того, компании, которые находятся в санкционном списке, ранее утвержденным президентом, не имеют права участвовать в госзакупках. Юлия Ольховская, Виктория Филатова и Наталья Литовко. Первый канал Киев.